Здесь стерильная чистота и ни один волос не должен упасть с головы или одежды. Химкинская компания «Империал» ведет производство косметики. Экскурсию для депутата Госдумы Ирина Родниной проводит руководитель предприятия Ильнур Латфулин. Ежемесячно здесь производят до 400 тысяч единиц косметической продукции. Крема, скрабы, шампуни, а также сиропы, которые расходятся по крупным федеральным сетям. Многое уходит на экспорт. Год назад компания начала производство антисептиков и стала серьезным подспорьем для химчан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Коммерсант бесплатно делился антисептиками с больницами, детскими садами, правоохранителями и волонтерами. Сегодня в планах у руководства расширение производства. Администрация и депутаты этот вопрос держат на контроле. И возможности, и желания есть, да, учитывая тот коллектив. Но не хватает помещений. Город старается решать эти вопросы. Бок о бок с депутатами работают члены общественного совета. Химке интересно жить. Ирина Беляева и Глеб Демченко всегда на связи для людей, которые нуждаются в помощи от городских властей. Как представитель администрации сказал, что на данный момент подыскивается для этой компании земля. Возможно, будет выделена и оказывается, наверное, помощь. Или, может быть, гранты какие-то будут. Предприятие молодое, развивающееся. Я думаю, что у них все получится. Это предприятие – одно из ста, которые ведут бизнес на территории крупной промышленной площадки компании «Техноазис» в Химках. Это большие и малые предприятия на рынке. Например, в этом павильоне производят мобильные кедровые бани. Предприятие работает всего полгода, а уже наработало базу клиентов по всей России. Баня, она мобильная. В любой момент можно ее в любое место поставить, перенести. И плюс по времени это очень быстро. То есть сборка, вот, например, такой бани занимает где-то пять дней. А это крупный и опытный игрок на рынке производства металлоконструкций, аттракцион, элементы вертолетных площадок, лифты. В Химках они построили скейт-парк в парке имени Толстого. По словам предпринимателей, работать здесь им комфортно. Один из самых удобных районов Московской области. И по жизни, и по производству. Условия, да, считаем, одни из лучших. Впрочем, есть возможность создавать куда более комфортные условия для ведения бизнеса. С этой целью всех желающих предпринимателей собрали за круглым столом, чтобы обсудить их проблемы, желание сотрудничать и познакомиться с новыми компаниями. В числе новоиспеченных предприятий Техноазиса, которые только пришли работать в Химке, компания «Умная среда». Производители уличной мебели и элементов интерьера из пластикового вторсырья. Наша уличная мебель, эко-мебель идеально подходит по цели проекта формирования комфортной городской среды. Ваши предложения, естественно, можно их дальше продвигать, предлагать, перерабатывать. Потому что, в принципе, у всех у нас одна задача, ну, знаете, помогать друг другу, не мешать. По словам Ирины Родниной, любые вопросы можно будет озвучить и на личной встрече. Они проходят в приемной депутата в здании стадиона «Арена Химки». Редактор субтитров А.Семкин